Кандидат исторических наук Марина Колавангина презентовала книгу «Югорский узел», основанную на истории Ненецкого округа в годы Великой Отечественной войны. Подробности далее. Это не первая книга-историка, посвященная военным годам. Эта книга касается страницы легендарной, героической. Появляется эта книга не случайно. Она была приурочена к 75-летию Великой Победы над фашистской Германией. И раскрывает малоизученную и малоисследованную страницу истории нашего региона. Я полагаю, что в этом ее главная ценность. Изданию предшествовала кропотливая работа по поиску и изучению исторических материалов. Но мы совсем ничего не знали до сих пор о том, как происходили, как развивались события на срединном участке Северного морского пути вдоль побережья нашего округа. И вот как раз благодаря тому, что в начале 21 века были сняты грифы совершенно секретно и секретно с документом Беломорской военной флотилии, удалось на основе комплекса этих документов раскрыть эту интереснейшую страницу нашей региональной истории. Книга состоит из четырех глав. В первой части рассказывается об истории становления Амдерминского района, который появился практически перед самой войной. Как встретили жители Амдерминского района войну, как реагировали на все происходящие события. Все это показано на конкретных примерах. Вторая глава посвящена обороне Югорского пролива в годы Великой Отечественной войны, а третья – Югорскому лагерю НКВД. Это строительство 300 или Югорский лагерь НКВД. Задача, которая ставилась перед строителями, перед заключенными и вольнонаемными, в кратчайшие сроки построить в районе местечка Хабарова порт такой мощности, чтобы он мог заменить в случае необходимости морской порт Мурманска и Архангельска. В четвертой заключительной части издания можно узнать об участии ненцев в вооруженном сопротивлении коренных народов Ямальской и Большеземельской тундр, политике советского правительства по ликвидации традиционной социально-экономической структуры этих народов, оккультурации их в пространстве складывающегося советского общества и экономической эксплуатации в годы коллективизации и Второй мировой войны. Особенностью этой книги является то, что ее часть, в частности глава, посвященная Мандаладе, переведена на ненецкий язык. Приобрести книгу «Югорский узел» можно в музее. Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».